С предстоящим праздником, Днём Победы, поздравили ветерана Великой Отечественной войны Серафима Агафонова. Тёплые слова от Раиса Республики Рустама Миниханова и подарки передал мэр города Наиль Магдеев. С живой легендой побеседовала и Лилия Гатина. Обязательно жду. Жду 9 мая. 12 июня Серафим Васильевич отметит свой 97-й день рождения. Но больше всего из всевозможных праздников он ждёт 9 мая, День Победы. Его жизнь – это история сквозь века. Когда началась война, юноше было 14 лет. В 17 он был призван в ряды Красной Армии, служил в железнодорожных войсках. В начале в 63-м учебном полку, затем в 71-м железнодорожном полку, десластировавшемся в Хабаровске. В 1946 году Серафим Васильевич был направлен в Иванов-Франковск, в 154-й оперативный полк на ликвидацию бандеровских банд. В 1947 году высоколитовский 12-ти пограничный отряд в 1951 году демблизовался в звании «Ефрейтор». Праздник этот он ждёт, он для него самый главный, конечно. Он ещё за месяц меня уже стал спрашивать, ну когда же мой праздник, когда мой праздник. Потому что всегда он ходил на парад, потом вот на бульваре энтузиастов там праздник. Всегда приезжает дочь с внуками. В 1973 году Серафим Васильевич приехал в набережные Челны. Здесь до выхода на пенсию он трудился слесарем-инструментальчиком 6-го разряда на КАМАЗ. В преддверии 9 мая навестить и поздравить ветерана приехал и мэр города Наиль Магдеев. Как здоровье? Да, ничего. Как говорят, по возрасту? Да. По возрасту? Да, по возрасту. Во время беседы Серафим Магафонов показал мэру множество наград, среди которых орден Отечественной войны второй степени, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне в 41-45-е годы, медаль за победу над Японией, юбилейные медали, медаль за долголетний добросовестный труд, знак «Ударник пятилетки». Этот орден ближе к 40-летию победы нас награждали орденом Отечественной войны, всех участников, кто участвовал в войне. Помимо Серафима Агафонова в Центральном районе проживают еще 186 ветеранов. По словам главы Центрального района Эдуарда Фатахова, в преддверии Дня Победы и в течение всего года без внимания не остается никто. 9 мая – это особый день, долгожданные даты. Это еще и наше патриотическое воспитание для детей. У нас, например, есть программа «Школьники», у нас сами поздравляют волонтерские отряды школьные, поздравляют ветеранов, ходят с подарками, чтобы они видели ветеранов живых. Пока еще есть такая возможность увидеть ветеранов живых, пообщаться с ними, узнать из первых уст о нашей победе. Череда поздравлений ветеранов будет продолжена. Алилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости, Набережные, Челны.